Брюссель 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 В ходе первого в истории Русской Православной Церкви визита в Антарктиду патриарх Московский и всея Руси совершил молебен на российской антарктической станции Беллинсгаузен и посетил колонию пингвинов на острове Ордли. Визит святейшего патриарха Кирилла совпал с 60-летием годовщины со дня регулярных исследований в Антарктике. О событиях в стране Интерфакс сообщает Ассоциация российских НКО по защите избирательных прав гражданский контроль будет наблюдать за досрочными парламентскими выборами в Казахстане в составе миссий СНГ и ОБСЕ. По итогам наблюдения в составе миссии Ассоциация выступит со своими оценками по выборам. О своих планах по наблюдению за выборами в Казахстане ранее сообщали в Центрозбиркоме Российской Федерации. В частности, в ведомстве ранее сообщили Интерфаксу, что представители ЦИК РФ будут принимать участие в международном наблюдении в составе миссий СНГ, ШОС и ОБСЕ. Досрочные выборы в мажорист парламента Казахстана и в Маслехаты местные представительные органы власти состоятся 20 марта 2016 года. КАСТАК сообщает, в Казахстане насчитывается около 16 тысяч объектов, уязвимых в террористическом отношении. К ним, по данным Генпрокуратуры, отнесены особо важные государственные и стратегические объекты и объекты отраслей экономики, имеющие стратегическое значение, опасные производственные объекты, а также объекты массового скопления людей. К ним установлены конкретные требования, соблюдение которых обязательны для их руководителей. Одним из важных требований является обеспечение соответствующего пропускного режима и оснащение объектов современным инженерно-техническим охранным оборудованием. Предусмотрена ответственность за несоблюдение должного уровня безопасности. Уже с начала текущего года органы внутренних дел приступили к проведению проверок, имеются факты нарушений, к руководителям применяются штрафы от 100 МРП. В форму Олимпийской сборной Казахстана внесут некоторые коррективы, передает Angry News KZ. Как пояснил директор ТО Казлек Пром Алматы Айбек Бектурганов, где занимались пошивом парадной формы, окончательный вариант будет презентован на следующей неделе. Напомним, в Астане презентована спортивная форма, а также комплект одежды, в которой казахстанские олимпийцы прошествуют во время церемонии открытия Игр-2016 в Бразилии. Цвет и дизайн разработаны специальной комиссией с участием олимпийских чемпионов разных лет. Заметим, что модели в горчично-черничных цветах вызвали волну возмущения казахстанцев в соцсетях. Городским событием глава региона лично ознакомился с подготовкой будущих специалистов в железнодорожной отрасли. Пердебек Сапарбаев осмотрел мастерские, лаборатории, кабинеты колледжа транспорта, коммуникаций и новых технологий. Учебное заведение образовано в 1932 году. В настоящее время в колледже на очном и заочном отделениях обучается более трех тысяч учащихся. Акимобласти призвал учащихся колледжа прилежно учиться, чтобы действительно стать мастерами своего дела и быть востребованными. Как квалифицированные специалисты. А руководство колледжа порекомендовал увереннее развивать дуальное обучение. Эта система образования предусматривает сочетание обучения с периодами производственной деятельности. Метель и обильный снегопад прибавили работы коммунальным службам. На улицы города выехали десятки единиц спецтехники. Расчищать дороги от снега по традиции начали с центральных проспектов. Накануне рабочие группы принялись за второстепенные улицы и сельские округа. С начала зимы на полигон вывезено уже порядка 200 тысяч тонн снега. Массовый вывоз из районов Курмыш, ГМЗ, Шанхай продолжается в плановом режиме. Но работы хватит вплоть до середины марта, говорят в отделе ЖКХ. Напомним, что в этом году за зимнее содержание дорог в Ак-Тубе отвечают 14 подрядных организаций. В палате предпринимателей разгорелись жаркие споры по поводу действующих тарифов АО «Трансэнерго». Многие бизнесмены обеспокоены тем, что в категорию юридических лиц попали индивидуальные предприниматели, которые теперь за услуги теплоснабжения должны будут платить наравне с крупными промышленными компаниями. В заседании по проблемному вопросу приняли участие представители поставщика услуг, агентство по регулированию естественных монополий, юристы и палаты предпринимателей, руководители частных фирм. В областном Маслехате состоялась 39-я сессия областного Маслехата, на которой были рассмотрены вопросы об областном бюджете на 2016 год и госпрограммы развития образования до 2020 года. Основой для уточнения бюджета стало перераспределение свободных остатков бюджетных средств в сумме 2 млрд 886 млн тенге, образовавшихся на начало финансового года. Из них управлению строительства и архитектуры планируется выделить более 1 млрд тенге, управлению ЖКХ более 569 млн тенге, управлению образования будет выделено более 370 млн тенге. И это все новости к данному часу. Следите за развитием событий вместе с нами. Субтитры создавал DimaTorzok